Кто-то, возможно, уже слышал, а для кого-то это прошло не так заметно. Экс-глава Ростехнадзора вместе со своими товарищами, как известно, похитили 5,6 миллиардов рублей, и они получили условные сроки. Ну, то есть вот 5,6 миллиардов рублей, в принципе, не так-то уж и, видимо, серьезно. Можно и дома посидеть, да? Слушайте, вот эта тема борьбы с коррупцией, она же реально всеобъемлющая, да? Она заботит абсолютно каждого гражданина. Неважно, интересуется он политикой, молодой он, какие у него территориальные направления, где он проживает. И вот кого ни возьми, все знают, что такое коррупция и что с ней нужно бороться. Смотрите, вот этот общепризнанный тренд, который признает в том числе власть, он выливается в настолько вопиющие, жуткие вещи, когда воруют миллиардами. Не в переносном, в прямом смысле слова. Украсть 5 миллиардов, 600 миллионов рублей, это бюджет города, достаточно крупного города. А это украло несколько жуликов. То есть, это коррупция в самом страшном, в самом бесчеловечном масштабе и проявлении. То есть, когда мы говорим о коррупции, с которой нужно бороться, мы даже не предполагаем настолько вопиющие формы. То есть, есть коррупция, за которой нужно сидеть, а есть коррупция, за которой нужно сидеть пожизненно. Да? Это преступление перед обществом настолько страшных масштабов и распространений, что это нужно карать по всей строгости, в самом жестком и суровом виде. Смотрите, когда мы говорим о таких крайних вещах, государство говорит, не надо сидеть в тюрьме. За такое? Ну и что, украл 5 миллиардов, или что? В смысле, в тюрьму. Это за лайк в тюрьму. Это за репост, за комментарий в тюрьму. Это за высканное в горячах мнение в тюрьму. Это если ты пошел на выборы и поймал жулика, который вбрасывает бюллетень. Вот здесь вот с большей вероятностью ты сидишь в тюрьму. А если ты воруешь миллиардами, тебе тюрьма не нужна. Тебе можно условный срок. То есть, ты хапнул, тебе дали 4 года, ты прям на следующий день свалил за границу и живешь роскошно, припеваючи. Видите, человек, который воровал миллиардами, ну, скорее всего, у него какой-то путь был, вряд ли он сразу миллиардами начал воровать. Ну, конечно, в нашей стране есть очень гениальные жулики-коррупционеры, но, скорее всего, у него была какая-то лестница. То есть, он как-то готовился к этим вещам, но начинал с чего-то, да. То есть, скорее всего, это вообще не бедный человек. И начал воровать миллиардами. Ему говорят, слушай, ничего страшного, вот, иди. И за границу нельзя, но если уедешь, мы тебя не поймаем. Если поедешь в страну, где нет экстрадиции, мы тебя не вернем. Вот. Иди, наслаждайся, привыкая к роскошной жизни, тебе никогда работать не нужно, да. Ты обеспечил 10 поколений своей семьи деньгами, которые они никогда не смогут потратить. Знаете, вот просто масштабы идиотизма, которые сегодня формируются в нашей стране. Это какой сигнал для системы? Сидит где-то чиновничек в правительстве, в каком-нибудь министерстве, департаменте, в какой-нибудь службе. Сидит и думает, блин, слушай, действительно, сейчас же могу подмахнуть, там, закрыть на что-то глаза. Мне там занесут, там, какие-то, значит, доли, там, или там, что-то, в цвет, наличка, что-то там, на счета куда-нибудь, в офшорах переведут. Не знаю, воровать или не воровать. Страшно же с другой стороны. А вдруг поймают, да. Вдруг поймают, потому что я вообще всего лишусь. Я говорю, придется вообще, я не знаю, в тюрьму сесть, да. А мне нельзя. Я привык к роскоши, я привык к дорогим машинам, я привык к роскошным курортам. И тут он читает в интернете. Украл 5 миллиардов, выпустили по УДО. Ой, по УДО. Не выпустили, условный срок. 4 годика. 4 годика, да. Условный срок. То есть, условный срок, он может ходить, наслаждаться жизнью, вообще, покупать себе дорогую недвижимость, есть в самых престижных местах и вообще ходить в роскоши, просто наслаждаться богатой жизнью своей. Смотрите, вот он читает и говорит, слушай, нифига себе, значит и мне можно. Значит и тут так работают, значит и мне можно. Вот если бы он увидел, что коррупционера приговорили к высшей мере наказания, если бы он увидел, что конфисковали все его имущество и имущество всей его семьи, что выявили у ближайшего круга друзей имущество, которое не могли приобрести самостоятельно и накопить эти деньги на своих зарубежных счетах, и все это к чертовой матери конфисковали, вот это был бы посыл для коррупционера. Он бы смотрел и говорит, блин, я и так боялся, а после таких новостей вообще даже думать об этом не буду. А ему каждый день это показывают, их ловят каждый день, по телевизору транслируют, в интернете об этом пишут, ему, значит, ссылки постоянно присылают. Он живет вот в этом информационном пространстве, и вот это бытие формирует у него соответствующее сознание. И он начинает не просто переживать, он начинает отметать эти вещи, потому что преимущество, которое он получит, не стоит тех рисков и той неотвратимости наказания, которое он неизбежно будет привлечет. Вот, собственно, та несложная, нехитрая парадигма, которую власть вполне себе в состоянии сформировать. Но вместо этого, она говорит, условный срок. Иди на свободу, украл 5 миллиардов, ничего страшного. Иди на свободу, 4 года просто поотмечаешься, похожи. А если свалишь за границей, отмечаться не нужно. Ну, он не свалит, зачем он свалит, он в законе здесь, понимаете. Вот здесь в абсолютно легальных условиях. Ну, 4 года, он будет ходить раз на недельку или сколько-то раз к какому-то сотруднику МВД. А учитывая, что денег дофига даст ему такую же взяточку, скажешь, можно я не буду ходить? Тот к нему будет ходить домой, да? Распишитесь, пожалуйста. У кого деньги, тот и музыку заказывай.